Добрый день всем! Я постараюсь говорить громко, получится ли у меня так, как получится. Меня зовут Дима Каледин, и я хочу рассказать вещь, которая называется Виктора Витта. Ну, такой странный сюжет, он вообще довольно старый. Он еще в 30-х годах был придуман, собственно, Виттом, а потом как-то неожиданно, периодически там в разных местах появляется, до сих пор, собственно. И, ну, то есть, конечно, я не знаю, до куда я дойду, но конечная точка – это современные вещи, которые реально, я не знаю, три года назад были опубликованы или четыре. При этом, если посмотреть на точку входа, то такое ощущение, что это можно школьнику рассказать, ну, так, метафорически говоря. Ну, и поэтому мы вот и ровно это и попытаемся проделать, и посмотрим, что из этого получится. Значит, но... Значит, этот сюжет такой по алгебре, давайте я начну все-таки с напоминания, ну, наверное, все знают, или есть кто-то, кто не знает, то нет. Ну, в общем, какие-то вещи, которые все более-менее, может быть, слышали, но я все равно ее напомню. Значит, а именно, что такое вообще периодические числа? Вот у нас есть Q, рациональные числа, и они лежат в вещественных числах, и вещественные числа получаются из рациональных пополнений. То есть мы говорим, что вещественные числах, что такое? Это класс последовательностей, рациональных чисел, которые фундаментальны, то есть для любого эпсилона, больше нуля, существует N, такое, что расстояние между любыми фианами последовательности, начиная с N номера, не больше, чем эпсилон. Вот, на этом есть, значит, естественно, отношение эквивалентности, две последовательности эквивалентны, если их объединение там дает тоже фундаментальную последовательность, и вот получается пополнение. Значит, я попытаюсь, да, у меня вещь с этим проблемы, я прошу прощения. Значит, хорошо. Значит, существенная часть вот в этом определении, это вот этот модуль разности, да, то есть расстояние между двумя точками. Это его еще вот так обозначают, значит, в современной математике, значит, иногда вот так, такая норма на бесконечности, это по определению модуль X. Значит, называется Архимедова норма. То есть мы говорим, когда мы считаем, что два рациональные числа близки, исходя из этого добавляем, значит, пределы последовательности, которые, значит, должны бы куда-то сходиться. Но говорить, насколько рациональные числа близки, можно по-разному. А именно, значит, можно ввести еще такую норму, которая называется пеодической нормой, которая определяется так. Значит, ну, любое рациональное число, давайте зафиксируем какое-то простое число P. А здесь видно, да? Окей, значит, соответственно, любое число можно представить как какое-то там M на N, где M и N заеменопростыц P, и P в какой-то степени. Положительный, либо отрицательный, как получится, либо нулевой. И, соответственно, тогда поэтической нормой числа Х объявляется P в степени минус К. Значит, и то, и другое, ну, что значит норма? Это значит, что там норма произведения равна произведению норм. Ну, и такой вот неравенственный треугольник, что норма суммы меньше либо равна сумме норм. Что? Ну, да, да, да. Если Х не равно нулю. А если Х равно нулю, то ноль. Вот. И, начнете, есть такая вещь, а вот это здесь выполнено, причем выполнено на самом деле даже больше. Оно меньше либо равно не просто суммы, а просто максимальную из этих чисел. Вот для... Вот с этой нормой верно только так, а с этой верно и так тоже. Вот. Соответственно, как только такая вещь есть, с ней можно сыграть в эту игру, и есть депосредственности такие, что норма разности меньше эпсилон фундаментальными, и получить пополнение. Соответственно, в случае с периодической нормой, говорят, что КУПЭ это пополнение. КУ по этой самой периодической норме. Хорошо. Значит, как на это дело можно смотреть? Ну, по определению элемента этого множества, ну, поля это фундаментальная последовательность, это не всегда удобно. Значит, можно, например, посмотреть сначала, что будет, если взять целые числа. Вот если мы возьмем целые числа здесь, с вот этой нормой, и пытаемся пополнить, то ничего не получится, потому что в ней постановится целых чисел, а она... А? Да. Абсолютно. Просто меняем вот в этом месте, просто пишем вот это. Просто так пишем. Тоже, значит, меньше эпсил, и дальше все то же самое. Давайте посмотрим, что получится. Вот если начать просто с Z, то есть, посмотреть последовательности не рациональных чисел, а целых, то, значит, с такой нормой ничего не получится, потому что ясно, что два целых числа не могут отстоять меньше, чем на единицу, если они не равны. Поэтому по этому определению просто начинается с некоторого момента, они станут равны друг другу все, и получится обратно Z. А вот здесь получится вполне что-то такое нетривиальное. Значит, при пополнении дает кольцо, которое обозначается Z-P, называется кольцо целых периодических чисел. Ну и на самом деле можно проверить, это хоть и может упражнение, что оно состоит в точности из тех элементов поля, которые по вот такой норме меньше, чем равны единиц. Вот эта норма, она определена на акуну, она продолжается на пополнение, естественно. И вот если взять такой шарик всех элементов, у которых норма от единицы до нуля, это будет под кольцо, и вот оно будет ровно такое. Потому что это под кольцо следует вот из этого более сильного условия, потому что если мы возьмем 1 плюс 1, то его норма все равно будет 1, потому что максимум он. Вот. Значит, вот такое Z-P. И, значит, другое описание того же самого Z-P. Значит, я напишу, как это пишется по-научному. Сначала, потом объясню. Значит, это обратный предел факторов Z по P в степени NZ по M. Значит, тут идея какая, что, ну, вот элементы здесь по определению это какие-то такие фундаментальные последовательности, которые, значит, куда-то там стремятся. Но быть близким к периодической норме, если посмотреть на ее определение, два числа близки, когда их разница делится на большую степень P. Поэтому, если мы рассмотрим наши целые числа и просто рассмотрим их вычет по P в степени N для какого-то фиксированного N, то фундаментальные последовательности рано или поздно просто стабилизируются. Для любого N. Соответственно, можно взять на каждого N-то сделать и получить элементы из этого множества, которые по определению следующие, значит. Множество последовательности XN таких, что XN плюс 1 равно XN по модулю, чтобы не поравраться, по степени N плюс 1. То есть, если у нас есть целое число, можно смотреть его для начала по модулю P. Получится какой-то, значит, вычет по модулю P. Дальше можно взять какой-нибудь вычет по модулю P квадрат, который по модулю P равен тому, что у нас уже есть. Дальше по модулю P куб и так далее. Значит, и можно дальше все это уточнять. И на выходе получается целая последовательность этих вычетов связанных с таким соотношением. И это пример того, что называется обратный предел по целым числам. И немножко другой способ на это дело смотреть, связанный с этим. Такой. можно считать, что элементы элементы тут можно и QP, и ZP. Ну, давайте ZP. Это такие, значит, формальные ряды. Вот я его напишу красиво. И это какие-то, значит, целые числа, представляющие вычет по модулю P. Например, 0, 1, P-1. Вот. И тогда, значит, любой просто элемент ZP представляется как такой ряд. Значит, любой такой ряд, он в QP сходится. Потому что, как только, значит, у нас P в большой степени, это значит, что норма этого дела становится очень маленькая. Поэтому последовательность частичных сумм такого ряда, она фундаментальная. И, значит, сдает какой-то элемент в пополнении. Ну, значит, любой элемент в пополнении так представляется. А какие мы берем представители для вычетов, тут неважно. Можно взять так, а можно, например, от 1 до P. или любой другой выбор. Выбор. Значит, а канонического нет. Что? Да, это похоже на дистичную запись. которая тоже не вполне канонична. Но там проблемы были в том, что 9-9-9-9 равно, соответственно, 1. Здесь таких проблем нет, а зато есть проблема с тем, чтобы, ну, как только мы зафиксировали вот это, значит, оно однозначно. И, видите, P идет в другой степени. Значит, десятичной записи здесь было бы P в степени минус I. Потому что эти нормы, они ведут себя в каком-то смысле противоположно. Вот это и это. Хорошо. Сейчас была такая предыстория. Можно целый, можно натуральный, но, если вы хотите однозначного представления в таком виде, то нужно выбрать по одному в каждом классе вычетов. Значит, вот это. А, про обратный предел. Ну, это такая общая категорная вещь. вот у вас есть какие-то множества S0, S1, S2 и так далее. И какие-то отображения между ними. Тогда по определению давайте обозначение обозначим как-нибудь там через большое R, например. Тогда обратный предел этих S1, это по определению следующее. Это множество таких последовательностей. То есть, мы берем по элементу в каждом множестве, так что они переходят друг к дружку при вот таком отображении. Вот если вы посмотрите на размер этой вещи, видно, что он вообще довольно большой. Вот Z, скажем, было счетное, а вот это множество уже совершенно не счетное, потому что у вас каждый раз получается какой-то выбор. Даже все, ну, все отображения, значит, в нашем случае эти отображения R это просто отображение категоризации. Вся отображение сюрлективное, у каждого элемента есть какой-то прообраз, но не один. Значит, можно выбрать какой-то прообраз. Если просто оценивать мощность, то видно, что на каждом шагу у нас сколько-то выборов, и по мощности получится континуум. Довольно здоровая штука. Вот. А, значит, в этом случае это применяется вот здесь. Что такое, но в записи с редами, что такое AITE? Ну, вот смотрите, у нас есть отображение Z Z по модулю PZ Просто берем целое число и рассматриваем его вычет по модулю P. И я хочу выбрать любое, просто теоретика множественное расщепление. Любое этого отображения. То есть для каждого вычета здесь какой-то AITE FZ, который его представляет. Можно заставить, чтобы они были натуральны, можно не заставлять, можно брать целые. Любые. В любом случае будет однозначная запись, все в таком виде. Но, как я говорю, канонического выбора не существует. Ну, и из некоторых соображений, которые, значит, пожалуй, я не буду даже сейчас пока озвучивать, было сделано следующее наблюдение человека по имени Мюллера. Ну, такой немецкий математик. И все это было примерно в 35-м году, я точно не помню. И он заметил, что на самом деле канонический выбор есть, но только не в Z, а в самом ZP. давайте через маленькое S обозначить такое расщепление section, но в ZP. то есть так здесь канонического нет, а если взять уже множество наших поэтических чисел, оно по-прежнему отображается в ZP-Z, потому что ну вот на таком языке вы просто берете первую часть последовательностью, то здесь имеется совершенно каноническое расщепление, теоретика множественная. Почему? Да. Ага. С рядами? Здесь. Не исключено. Значит, начинать с нуля, то первое, потому что натуральные числа начинаются с нуля. Вот хочу так. Нет, можно соединиться, тогда можно сделать так. Хорошо. Да. А? Это хороший вопрос, отчасти философский. В данном случае, просто сейчас я напишу некоторые свойства, и это свойство единственным образом задаст вот такое отображение. Вот. почему вам это должно быть хорошо, это вопрос философский, действительно. Но из этого будут некоторые практические следствия, которые, в конце счастья, окажутся поленными. Пополнение поля по норме, в данном случае поле Q по норме такой, либо такой, это множество фонументальных последовательностей по модулю отношения к эквивалентности, который стоит в том, что две последовательности эквивалентные, если их объединение тоже фонументальной последовательности. Это тоже поле. Вот. А дальше можно пытаться, значит, рассмотреть множество последовательностей не, скажем, с рациональными, а только с целыми коэффициентами. Это, значит, Z это кольцо, а, соответственно, пополнение Z тоже будет кольцо. Вот в этом случае ZP это пополнение Z, это кольцо. А QP пополнение Q это поле. Да. Да, да, да. Дальше я замечаю, что на самом деле достаточно брать даже не все целые числа, а только, так сказать, их вычет по модулю все больших степеней P это полностью задаст класс эквивалентности. Вот. И, значит, ну и что-то можно вот так вот вот так вот это расписать. Хорошо, значит, давайте я расскажу про это самое расщепление. значит, есть простое наблюдение. Я напишу как лемо, но, в принципе, такое понятное даже наблюдение. лемо. Для любого вычета по модулю P существует, причем единственный элемент ну вот так его принято записывать х в квадратных скобочках в ZP такой, что ну, что это дает расщепление то, что х равно х по модулю P и х в степени P равно х вот у нас есть это отображение по модулю P да здесь есть пополнение и отображение продолжается на пополнение то есть, если вы берете фундаментальную последовательность здесь целых чисел то в силу того, что она фундаментальна с некоторого момента вычеты по модулю P будут постоянные поэтому отображение хорошо определено и сравнение вот в этом смысле что это дело отображается в ZPZ и представляет наш класс для любого вычета по модулю P да хорошо это может быть не вполне корректная запись давайте чуть корректнее запишу давайте введу обозначение для отображения вот у нас есть отображение редукции и я требую чтобы редукция вот этого дела была X вот так, наверное так, наверное, правильнее будет писать да в субтерминах это последовательность это просто первый член да абсолютно да 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 существует единственный существует единственное целое поэтическое а я сказал, что это шето кольцо правильно то есть нам можно элемент складывать и умножать так вот я требую чтобы поэтая степень этого элемента была равна ему самому давайте я докажу ну, значит во-первых на выходе мне нужно получить такую вот такую последовательность поэтому достаточно доказать что для каждого N такой существует и единственный они будут тогда автоматически согласованы просто в силу единственности там возьмем какой-нибудь N значит и рассмотрим вот Z по по степени NZ значит есть два случая либо это X равно 0 либо оно не равно 0 значит пускай у нас есть какой-то элемент здесь X штрих значит такой, который удовлетворяет такому условию кстати значит если X штрих равно по модулю P 0 значит делится на P то из этого условия следует что он делится так же на P в степени P на P в степени 2 и по индукции легко видеть что он равен 0 просто поэтому если X равно 0 то утверждение очевидно единственный подъем удовлетворяющий в этом условии это тоже 0 других нет да вот значит мне надо показать что для каждого X такой существует и единственный давайте сначала X равно 0 тогда существование понятно просто 0 ну единственное тоже понятное потому что если что-то равно нулю по модулю P а при этом равно своей P это степень значит она делится на P но если она равно своей P это степень она делится также на P в степени P а тогда на P в степени P ну в общем рано или поздно получается по члену P по члену P по члену P структуру кольца вот на этом деле просто получается все эти все вот эти образования являются кольцами их можно складывать и умножать и вот эти отображения являются отображениями колец то есть они совместимы с сложением и умножением соответственно просто по члену все это возводим по этой степени хорошо пускай у нас теперь не равно нулю то есть по модулю P значит я утверждаю что тогда она обратима и значит имеется на самом деле ну научно это пишется так вот можно рассмотреть все элементы Z по P в степени Z значит которые обратимы ну это такое упражнение проверить что если элемент по модулю P не равен нулю значит Z по P Z это поле поэтому значит в этом поле он обратим и значит довольно легко из этого вывести что он вообще будет обратим то есть это просто обратимые элементы вот есть такое множество обратимых элементов но это тоже группа естественно коммутативная абелевая группа отображается в Z по P обратимые элементы здесь значит я считаю пишу то что называется короткая точная последовательность, ZP это периодические числа, это такая здоровая-здоровая штука. Нет, потому что иногда циклическую группу означают ZP с индексом P, но в этой науке так не пройдет, потому что нужно обозначение для поэзийских чисел. Поэтому я пишу вот уж честно ZP, Z, кроме нуля, кроме нуля. Но с нулем мы уже разобрались, так что осталось у нее 0. Что? Мы сказали, что если этот X равен нулю, то утверждение очевидно, потому что существование вообще очевидно, потому что 0 просто поднимается в 0. Но единственное тоже очевидно, потому что если подъем в этой степени равен себе, а при этом значит равен нулю по модулю P, то есть делится на P, то он делится также на P в степени P, а дальше по индукции на P, ну в общем на P в любой степени. Ну, собственно, вот здесь написано уже без звездочки, да, можно если убрать звездочку. Поднимаем отсюда сюда. Давайте я все-таки напишу обратно звездочку. Такое общее обозначение, давайте я сразу его скажу, называется короткая точная последовательность абелевых групп. Трисет очень много где, но сейчас я хочу им пользоваться, потому что привык абелевые группы. Группы. Все это называется, да, это я сказал, короткая точная последовательность. Значит, это просто, тут значит следующее, это значит, что вот это отображение сюрлективно, а вот это просто его ядро. Значит, что композиция GF равна нулю, здесь стоят нули, это отображение сюрлективно, а это его ядро. То есть в точности А состоит, это подгруппа В, состоящая в точности из тех элементов, которые G переводят в ноль. Ну или это такое полезное упражнение, можно проверить, что можно по-другому сказать. Что это отображение инъективно, то есть это вложение подгрупп, да. Но поскольку у нас абелевая группа, любая подгруппа нормальна, и С является фактором группы В по А. Значит, это эквивалентное свойство, и в такой ситуации называется короткая точная последовательность. Так вот, здесь есть такая, значит, есть абелевая группа обратимых элементов здесь, обратимые элементы здесь. Значит, то, что отображение на самом деле сюрлективно, то есть то, что любой обратимый элемент можно поднять как-то сюда, это, в общем-то, уже очевидно. Ну, просто потому что здесь все эти отображения R в нашей системе сюрлективны. Подъем тоже будет обратимый, но здесь какое-то есть ядро, там, обозначив его А. Но дальше идея в том, что это ядро на самом деле, это группа порядка P, чтобы не пробраться, в степени n-1. В какой именно степени не важно, а важно, что это порядок, просто это какая-то степень P. А вот это дело, группа порядка, ну, ясно, делал P-1, который взаимно просто P. Вот, и в такой ситуации нетрудно показать, что вообще, если у вас есть такая последовательность конечных абелевых групп, вот здесь какая-то группа порядка P в какой-то степени, а есть группа порядок, которая взаимно прост с P, то всегда имеется, причем, единственное расщепление. Значит, расщепление точной последовательности это такое стечение этого отображения, которое представляет B в качестве произведения А на С. Значит, такое не всегда есть, но в такой ситуации есть всегда. На самом деле, можно даже точнее сказать, как оно, собственно, получается. Оно вот все равно понадобится, поэтому давайте скажу. Да. Нет, значит, точно, если вы знаете слово какомология, то точно последовательность та, в которой какомология равна нулю. По определению. Значит, как только у вас композиция равна нулю, у вас действительно образ F лежит в ядре G, можно смотреть факторы ядра G по образу F, и точно последовательность это тогда, когда это равно нулю. Это такой, как это называется по-русски, ну такой кирпичик, из которых потом строятся разные комплексы, все такое прочее, фиагомологическая алгебра, такой базовый входной блок. Но при этом можно, кажется, что говорят, что последовательность нетривиального расширения, ну еще называется расширением группы С с помощью группы А, говорят, что она нетривиальна, если такого сечения нет, но в такой ситуации она автоматически тривиальна. И давайте, собственно, увидим, как именно она тривиальна. Да. Конечно. Собственно, времени у нас целых три лекции, поэтому никакой нужды торопиться нет, и давайте действительно все по-человечески расскажем. Давайте я скажу на абстрактном уровне сначала, да. Вот у нас есть эта самая короткая точная последовательность. Что? Это вот то, что я здесь говорил, что имеется два отображения, композиция равна нулю, и ядро вот этого, это то же самое, что образ вот этого. Абелевые группы. Это все абелевые группы. Ну, отображение из нуля ва и одно, просто так пишут там по историческим причинам. Да, конечно, конечно, отображение абелевых групп. Абелевые группы и гоморфизм абелевых групп. Ноль здесь пишется там по историческим причинам для красоты, но существенное условие вот как бы в этом члене, что здесь можно сравнить ядро и сравнить образ. Насколько позиция равна нулю, образ попадает в ядро, но они могли бы быть разные, а могут быть одинаковые. Если одинаково, то называется точная последовательность. Теперь можно спросить себя, значит, пример. Короткая точная последовательность. Любые а и с, и б равно просто произведению а на с. Вот замечательная точная последовательность. Короткая, точная, значит, никаких вопросов нет. Ядро отображения, это просто отображение проекции, на вторую координату. Ядро это то, что проектируется в ноль, то есть, собственно, элементы а, элементы вида а, ноль. И это в точной части образа вот этого отображения, которое так и устроено. Оно переводит а, а, ноль. Вопрос. Верно ли, что любая, когда такое точная последовательность абелевых групп, такая? Ответ нет. И самый простой пример, собственно, вот какой. Рассмотрим Z. Рассмотрим вот вычесть по модулю P. Отображение Z по PZ. Оно селективное. Его ядро, это, собственно, все числа, делящиеся на P. Это, собственно, тоже Z. Абстрактно говоря. Но отображение не тождественное, а вот умножать на P. И видно, что в этой ситуации значит, это Z не может никак представлено быть в виде произведения, потому что здесь есть элементы конечного порядка, а здесь никаких элементов конечного порядка нет. Поэтому никакого отображения из этой группы в эту просто не существует, нетривиально. Поэтому, значит, бывает так, а бывает и не так. Значит, когда бывает так? Тогда и только тогда, когда имеется у этого селективного отображения имеется сечение. То есть отображение из CFB такое, что композиция из проекции получается тождественное отображение. Или эквивалентное условие. Тогда и только тогда, когда из B в A. У этого отображения есть сечение. То есть сечение это такое просто одностороннее обратное. То есть такое отображение, что композиция равна тождественному отображению здесь. оно не может быть полупрямым потому что у нас группа Абелева значит полупрямое произведение оно бы как-то нетривиально бы действовало на А но тогда эта группа уже не была бы Абелевой а если у нас только Абелева группа то полупрямое произведение не разрешается потому что значит в ситуации полупрямого произведения А было бы нормальной подгруппой здесь а фактор на ней как бы действовал но это отображение группы Абелев такое что композиция равна единице вот это сечение с этой стороны не может быть равна единице только с одной в этом примере вот у нас есть вложение сюда вот такое А переходит в А0 и есть проекция иначе были бы одинаковые группы они не одинаковые идея в том что когда у вас задано вот такое или вот такое у вас после этого легко устроить представление Б в виде просто изоморфизма между Б и произведением А и С вот собственно если у вас есть такое например отображение давайте значит это будет Ф это будет Ж это будет какой-то там С значит как увидишь в такой ситуации у вас так все так устроено ну просто вы можете рассмотреть отображение из Б в А на С которое устроено так оно есть произведение вот этого Ж и этого С Б переходит в пару С от Б Ж от Б ну и видно я не буду этого делать это упражнение несложное совсем видно что это изоморфизм то есть как только у вас есть такое отображение у вас получается изоморфизм между Б и А на С совместимы со всеми вот этими стрелками то есть это получается как раз примерно такой ситуации но вообще говоря этого не может не быть а может и быть да то есть бывают вот такие расширения типа вот то есть опасность типа вот такой например в которых средняя группа просто не изоморфны произведения вот этих двух просто не изоморфны и все поэтому расщепления а вот в этом случае оно таки есть давайте покажу почему ну вот я построю вот такое С как раз или вернее даже ну сейчас как сказать-то по изящнее посмотрите это группа порядка P-1 Абелева значит что любой элемент умноженный на P равен себе сейчас есть какой-то элемент X в это собственно то же самое что было раньше значит любой вычет по модулю P по этой степени равен себе у нас теперь группа по умножению значит соответственно PX равно X ну и по индукции значит любой степени по степени NX тоже равно X куда ему деваться да ну да это вопрос обозначений ну действительно давайте чтобы не путаться давайте давайте писать значит здесь групповая операция это умножение поэтому значит X в степени P равно X ну и тем самым X в степени P в степени любой ну N нам хватит это известно так же и так вот с другой стороны эта группа порядка P там в степени сколько-то там поэтому если здесь какой-то элемент начать умножить его на P рано или поздно вы получите 0 соответственно если у вас есть X в A то X в степени P в степени N равно единице черт плохо конечно по значениям ну ну и в общем короче 0 по отношению к групповой структуре здесь соответственно мы хотим взять всю эту группу и взять какой-то элемент и разложить его в произведение чего-то отсюда чего-то отсюда и ответ такой что надо просто начать его возводить в степени по степени N и рано или поздно значит результат не будет зависеть от то есть то что получится будет совершенно однозначно зависит только от его вычета и это задаст нам расщепление и докажет нашу лему да да нет да нет язык рядов и язык обратного предела практически эквивалент не знаю это как раз наоборот хочется вставить в язык рядов чтобы потом здесь взять представители и получить очень хорошее экономическое представление в этом как бы идея вот а да значит мы доказываем вот эту лему и вот собственно я уже доказал а если вы этого не поняли давайте я повторю почему я уже доказал да ага да хорошо значит вот у меня есть такая теперь последовательность которая возникает здесь я утверждаю что она расщепляется единственным образом потому что порядки взаимно просты значит давайте просто это увидим но в этом случае это можно увидеть просто непосредственно это верно из общего соображения это просто всегда верно если у вас есть группа порядка П какого-то и группа порядка взаимно простого СП то любое расширение расщепляется давайте я не буду это заказывать я оставлю в качестве упражнения да а это вот то что то что я только что стер это когда средний человек представляется как произведение вот этих двух хорошо давайте конкретно это расщеплю значит значит как найти вот это самое вот это самое икс и заодно увидеть что оно единственное процедура такая возьмем какой-нибудь икс штрих такой что представляет наш икс и дальше просто тупо начнем заводить его по этой степени много раз вытверждаешь что если мы это сделаем n по-моему раз достаточно не помню давайте n раз то получится нечто для вращивать этому условию причем результат не будет зависеть от выбора икс штрих почему ну во-первых от того что мы завели по этой степени вычет не изменился по-моему теряем ферма если у вас было два разных теперь значит икс штрих там икс два штриха да которые были равны друг другу по модулю п давайте так напишем икс штрих плюс а икс два штриха плюс п икс два штриха будем вот в это возводить степени п я утверждаю что это то же самое что взять просто икс штрих степени потому что если у вас есть значит сейчас даже только сейчас пардон это тоже верно то что я написал но сейчас надо смотреть на эту последовательность я зря сказал разность для разности это будет нейтривальное утверждение а здесь надо здесь проще можно просто поделить значит вот есть икс штрих есть икс два штриха и оба переходят в икс значит что икс штрих разделить на икс два штриха переходит в единицу да то есть вот это частное это элемент вот этой группы а группа имеет порядок по степени 0,1 поэтому если мы это в соответствующей степени возведем то получим единицу поэтому результат не зависит от выбора представителя он ультворяет этим условием опять же потому что значит ну просто начинаешь с некоторого момента вот именно с этого эти в одной степени стабилизируются если мы продолжим это делать то останемся там же где были и тем самым оно единственное R это тоже вот это отображение редукцию штамп да 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 вот то есть резюмируя потому что давайте начнем этот процесс не с x-штрих а с x-штрих в степени P да он ничем не хуже он тоже по модулю P равен X и поэтому X штрих степени P равно X-штрих в степени P вот поэтому а это буквально это утверждает понятно то есть если мы уже знаем грубо говоря что это группа из произведения вот этого и вот этого и мы хотим просто взять какой-то элемент произведения и от него оставить только последнюю часть надо просто умножить добавить пенет первая часть убьется а последняя останется неизменной потому что по равной единице вот такая процедура так я прошу прощения за некоторую путаницу тут но вроде разобрались хорошо значит вот такая лем значит что это нам дает теперь в терминных рядов я думаю что вот это может стереть безнаказанно так то есть получаем тогда вот если теперь пользователи сам значит называется представители Техмиллеров если их использовать получаем совершенно канонический независимых выборов ну сейчас я напишу нет а значит вот это самое x в квадратах скобочка называется представителем Техмиллера класса вычет может быть стоит здесь написать x представитель Техмиллера значит получаем изоморфизм множество вообще говоря не более того так ну это можно по-разному обозначать но давайте я так обозначу значит собственно z по pz это что такое ну это конечное поле его еще обозначают fp конечное поле и мы получаем изоморфизм просто совершенно канонический между кольцом периодических чисел zp и произведением копии fp нумерованных целыми числами значит вот элементы здесь это просто какие-то наборы a0 a1 и так далее вычетов и переходит все это хозяйство в сумму я беру я беру аито я беру его представитель тех мюллера умножаю на пасть степени и это однозначная запись вот значит вопрос вот собственно это есть те самые вектора витта через которых назван мой доклад вектор потому что первая координат вторая и так далее вопрос такой как собственно теперь эти вектора складывать и умножить а в смысле что вектор просто что есть бесконечной длины просто набор координат а изморфизм а вот то что здесь представитель тех мюллера собственно он даже здесь у меня есть видите вот тот за которым мы здесь боролись боролись и победили что ну да значит как написать операцию значит на самом деле вид который этим занимался это их друзья были но конечно имел ввиду что там более содержать просто переливание с пустого порожня и борьбу за каноничность это вообще какое-то они бы это не одобрали потому что они были такие немцы все фашисты практически и такую псевдологику не любили но понимаете если мы напишем эти операции то мы можем играть в небесполезные игры например вместо конечного поля фп а вот есть разные конечные поля есть расширение например фп квадрат фп куба и так далее вот может быть может быть тогда их подставить и получить расширение какие-то новые кольца в общем как только у вас есть какая-то абстрактная конструкция можно дальше увеличивать ее область применимости и попробовать применять ее к чему-то более кучерявым чем просто фп и вот именно это собственно и происходит и оказывается очень важно в миллионе разных мест и то что я хочу рассказать именно про это но вопрос теперь как написать эти самые операции значит а и тут история такая я их вам не напишу то есть есть некоторая формула но я ее не напишу умножение проще чем сложение нет значит умножение еще худо бедно там плюс-минус можешь себя убедить потому что эта операция взять это представитель техмилиров она мультипликативна но она глухую не аддитивна и она не может быть аддитивной по жизни потому что здесь нет никакого п-кручения да а здесь сплошное п-кручение здесь все здесь в фп умножение на п равно просто нулю поэтому их точно нельзя складывать по члену так я прошу прощения а ну вот как в каком-то смысле спиреносный вопрос там в каком смысле да фп это такая сущность которая просто ну вот она в ней п равно нулю и все она живет в мире где характеристика п где п равно нулю и ничего с ним делать нельзя нет мы не можем по модулю п в степень потому что по члену у нас будет по модулю п понимаете хотим мы того или нет а по модулю п это не очень хорошо потому что тогда п растет равно нулю а здесь оно не равно правильно но вот эта операция она неадитивна совсем неадитивна то есть х плюс у представитель Техмиллер совершенно не равен просто совсем никак и это хорошо что он не равен он не должен быть равен потому что если бы он был равен то ну в общем не равен и все вот так вот я вам не напишу формулу но я докажу что она существует единственная при некотором условии то есть вся наука там некоторые борьбы за каноничность я характеризую единственным образом соответствующую соответствующую вещь да абсолютно нет абсолютно нет это некоторые отражения множеств да а нет проекция является отображением облива группа а вот сечения абсолютно нет абсолютно нет да б и более того сечения как отображения облива групп и быть не может потому что эта группа порядка П а здесь порядок любого элемента бесконечен то есть просто некуда перейти ни одному элементу не на любому да 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 множество видите написано беекция да да бесконечная ну по-хорошему надо написать чем они заиндексированы ну в общем а 0 а 1 ну натуральным числом давайте я напишу там и там больше равно 0 то есть просто каждому подечному числу составляется единственным образом набор вот таких координат хорошо так вот значит чтобы сделать то что я анонсировал а именно описать эти операции доказать что они существуют единственные и полу себя характеризовать значит я введу немножечко ну я как бы сказать саму задачу обобщу мне нужно сделать что-то для грубо говоря FP и ZP а я хочу теперь значит попробовать сделать то что я хочу сделать не для FP а для любого комбинативного кольца и на выходе получится нечто если туда подставить FP то будет то что мне надо значит давайте я просто вот эти элементы эти А они элементы FP у меня в приложении ну давайте пускай это для начала будет просто элементы какого-то комбинативного кольца значит все у меня есть А комбинативное кольцо с единицей значит обозначим через W большое N от A просто А в степени N просто как множество иными словами это множество просто наборов A0 A1 и так далее N-1 элементов правильно правильно но я буду это делать ну по индукции по всем обрезаниям то есть у меня здесь WN я для всех N значит буду это делать значит имеется чего имеется да да значит пока что это только множество значит есть отображение которое обозначено через R WN плюс 1 который просто забывает последнюю координату да то есть по части надо писать R в какой-то степени но я прошу прощения это такая немножко грязная нотация дальше значит мне понадобится отображение которое делают наоборот они берут какую-то фигню и приписывают в начале 0 то есть это называется обозначение A слева это обозначается через V в этой науке значит давайте знаете как сделаем я что-то как-то пытаюсь говорить понятно получается только хуже давайте я сейчас сформулирую пара я пойду с другого конца я сначала напишу некоторые формальные точные утверждения а потом я его прокомментирую вот как мы сделали ну пока я ввожу какие-то обозначения вот есть значит такая проекция есть такое отображение которое приписывает нолик в начале в это немецкое слово фершибунг которое значит сдвиг фершибунг единственное немецкое слово которое я знаю а сдвиг вот и значит имеется тогда значит дальше вводится есть что называется фантомное отображение значит пока я запишу формулу я потом объясню откуда она берется я запишу формулу это потом исправлю теорему и потом объясню почему именно так значит это отображение ну их там для каждого несколько штук но вот есть WN WN маленькая N из WN плюс 1 от A в A значит оно устроено так она берет A0 AN и переводит в такую сумму от 0 до N P в степени I а I в степени P в степени N минус I так сейчас я объясню почему собственно эта формула имеет смысл почему она решает нашу проблему давайте сначала формулируем общую теорему A простое число нет это очень правильный вопрос я ушел в полную абстракцию но P я оставил я фиксирую простое число P значит любое число в любом контактивном кольце с единицей имеет смысл просто берем единицу и складываем с собой столько раз сколько нужно да оно бьет из вот этого множества WN плюс 1 где это название это вот так его так зовут это ничего не значит это его так зовут да да не знаю Давайте я объясню, как я Гердлис. Я когда первый раз все это учил, я вижу формулу, и в этот момент я затыкаюсь, потому что только формула смысла не имеет, я забыл. Я умею объяснить, почему эта формула смысла, но давайте все-таки я хочу составлять теорему, чтобы на доске было хотя бы одно точное утверждение, которое к тому же верно. Это нам поможет просто в уверенности в себе. А дальше я буду комментировать, как это все себе представляется. Так вот теорема. Существует единственный... Я говорил, что там, по большому счету, надо проявлять сложение и умножение, но давайте забудем про умножение, оно на самом деле проще. Давайте скатерзируем на сложение, с которым сложнее. Столько структуры обелевой группы меня будет волновать. Набор структур обелевых групп на WN от A, ну где, ну на WS-точка это, то есть на всех WN, функториальный, и такой, что R, V и все WN аддитивны. R – это вот эти образования, W – это вот эти вот, и WN – это вот эти вот. Так, значит, здесь ключевое слово, конечно, функториальный. Групп, да. То есть, по-простому, для каждого кольца и каждого числа N имеется структура обелевой группы на WN от A. Для каждого отображения колец эти структуры совместимы с соответствующим отображением WN от A. И более того, это, это и это вот для этих, по отношению к этим структурам обелевых групп, являются отображениями обелевых групп. Значит, я не знаю, тут все очень продвинутые еще остались, наверное, все слышали, что такое категория функторов, давайте я все-таки напомню, да, потому что это очень важно. Что такое категория и функтор? Ну, просто дочеркните. Потому что слово «категория» было придумано… Нет, просто слово «категория» – это термин абсолютно случайный. Маклин взял его там из Канта, просто потому что умное слово, а оно ему было не нужно. Это было нужно, чтобы определить нечто другое. А нечто другое, а именно функтор. А функтор тоже был нужен, чтобы определить нечто другое. Естественное прообразование функторов, и все это нужно было для какой-то конкретной темы. Там есть такая термия Гуревича в топологии, в которой ты считаешься есть отображение из гомотопищных групп, группа гомологий. Которая что? И вот чтобы сказать что, люди ввели понятие категории и функтора. Так вот, значит, я напомню, что категория… Значит, есть некоторые объекты… Ну, можно сказать множество, но лучше не множество, потому что они по этому скажут все множество в этой категории. Может быть много. Поэтому там классы объектов… Значит, имеются морфизмы… Класс морфизмов… Да. 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 Это обрубание… 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 Обрубание числа… Когда мы начинаем нечто умножать… В логическом в эту сеть много раз. Так, ну давай все-таки договорим про категории функтора. Значит, есть объекты. Между любыми двумя объектами есть множество… Ну, я стрелочками рисую. Множество морфизмов. Значит, есть композиция. Если у вас есть два морфизма из одного объекта в другой, из этого в другой, то есть композиция. Значит, есть единичный объект, а композиция ассоциативна. Значит, функтор из категории… Это значит, с каждым объектом сопоставляется объект… К каждому морфизму – морфизм, с тем же началом, с тем же концом. Такое, что все это коммутирует с композициями, приводит единицу в единицу. И все, да. И, значит… Вот это я пока оставлю. Вот это вот. Зачем я повремя? У меня еще минут шесть остается, да? А ты помнишь… Боря, ты помнишь сколько? Какое-то странное количество времени. Семьдесят четыре минуты. То есть это… То есть у меня еще шесть минут, я так понимаю. Семьдесят четыре минуты, да? Да, да, да. Значит, и… Значит, естественное преобразование… Функторов или морфизм функторов. Это если у вас есть два функтора FG, это F какой-то E, тогда имеется альфа из F в G. Это значит, что для каждого объекта имеется морфизм из F от C в G от C. А для каждого морфизма… Диаграмм коммутативного. Да. А вот я как раз сейчас это и говорю. Значит, естественное преобразование функторов. Вот есть два функтора, которые там объект переводят в объект, а морфизм – морфизм, да? Значит, естественное преобразование по определению – это набор таких отображений для каждого объекта из F от C в G от C. При том, что для любого атоморфизма в C у нас возникает вот такая диаграмма, и она должна быть коммутативно. То есть композиция здесь равна композиции здесь. Это направление, естественное преобразование. Так, 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 по квадрату. Слева направо, сверху вниз. Альфа – это стрелка. Для каждого C задана стрелка из F от C в G. Категории функторов. Что? Ну, мы можем смотреть категорию функторов. Можно и так тоже, да. Но это не очень хорошо, потому что, если это большая категория, то, что называется категория множеств, то функторы не образуют категории, потому что между ними может быть слишком много естественных преобразований. Но, в принципе, да. Значит, зачем это все нужно? Вся абстракция нужно сказать для того, чтобы нечто там, некоторая конструкция каноническая. Значит, каноническая как философский принцип формализуется с помощью категории формализма. Значит, в этом случае главное слово функтор реальный. Это значит, что у нас есть категория коммутативных колец. Значит, наше WN по определению, по построению является функторами из коммутативных колец множества. Но утверждается, что имеется подъем их до функторов не множества, а в абелевые группы. Ну, у абелевых группы есть функторы забывания множества, которые забывают структуру абелевые группы. Утверждается, что существует подъем WN коммутативные кольца. Дальше, наши W, R и WN являются естественными преобразованиями соответствующих функторов множества. И утверждается, что они поднимаются до естественных преобразований функторов по абелевых группы. Вот в этом в точности стоит утверждение теоремы. Чтобы это сформулировать точно. Теорема категория – это язык для того, чтобы такие вещи четко говорить. Ну, конечно, это 100 лет назад придумали, поэтому функтор реальный, сейчас уже все просто пишут функтор реальный, но имеется в виду вот это. Так вот, значит, на чем я сегодня хочу закончить. Теорему я, конечно, там сегодня не буду даже начинать, это завтра будет. Но давайте объясню, зачем нужно это фантомное отображение. Ну, еще раз, это отображение, все три – это отображение множеств. Как я их написал. Но утверждается, что можно так поднять WN до функторов в абелевые группы, что все три написаны той же самой формулой. будут уже отображениями абелевые группы, то есть совместимы с ввезенной нами структурой абелевые группы. Так как я их написал, они не являются аддитивными, потому что это не является абелевые группы, понимаешь? А приори. Отверждать, что будет. Так вот, значит, замечание. Значит, если мы поверим в теорему, то эта штука является изоморфизмом вот с этой структурой абелевые группы здесь. То есть автоматически WN от FP, изоморф на Z по PZ, по постепеням Z. Соответственно, там если взять обратный предел по отображениям RSW, ну, это, собственно, всегда можно сделать, да? Это, собственно, и здесь можно сделать. Можно сказать, что WN от A – это предел. Ну, в том же самом смысле, в котором я говорил раньше, да? Последовательность. И WN от FP, и заморф на ZP. Почему? Вот потому что нам это гарантирует именно условия совместимости с фантомным отображением. Значит, смотрите, вот у нас есть это самое T – отображение Техмюллера. Которое, значит, давайте слева я буду вспоминять это дело как WN от FP. Ну, потому что это оно и есть по определению, да? Дальше, значит, у меня есть это самое T с точкой. Значит, давайте только я не возьму… Да, ну да, T с точкой в ZP. Значит, написать T-формула как-то, ну, трудно, но можно сделать следующее. Значит, можно… Так, сейчас, секундочку… Значит, давайте я не буду прям вот во все ZP идти. Я возьму только первую N штуку, обрежу, да? WN, а здесь, соответственно, приведу… Возьму только первые… Первые там сколько-то коэффициентов, и это будет тогда не в ZP, а в ZP. ПФ степени N плюс 1 Z. N плюс 1 хочу, WN плюс 1. Вот, значит, это написать формулой не очень понятно как, но… Значит, моё W, оно функториальное, значит, можно рассмотреть W от Z по P в степени N плюс 1 Z. И, значит, отображение колец, например, отображение R, которое вполне себе отображение колец, вот просто ZP в степени N плюс 1, ZP в FP, индицирует отображение функторов, значит, поэтому есть такое отображение. Так вот, утверждает, что вот эта композиция, и как раз есть фантомное отображение. То есть я думаю, что N плюс 1 и N сейчас позднее, там я, конечно, прорвался, но мораль такая. Значит, мы не можем написать… Ну, я, по крайней мере, не знаю, как мне написать формулу вот такое отображение, но можно взять его композицию с вот этим, и это уже будет просто фантомное отображение, которое вот здесь. Да. Да. Потому что… Потому что… И почему это так? Потому что, напомню, как я вычислял представителей Техмылья, я просто брал любой представитель, а дальше тупо начинал его заводить в степень. И вот ровно это здесь и происходит. Это как раз та самая степень, в которую надо было завести, чтобы все получилось. Тоже самое, это одно и то же кольцо. То есть это буквально фантомное отображение, как оно здесь написано, для A равно Z по F степенью плюс 1Z. Вот это. Дело в том, что мое W – это функтор. Поэтому любое отображение колец задает отображение из самых W. А у меня есть отображение колец. Вот, в FP. Что? Ну, да, здесь столько же, сколько здесь. Здесь одинаковые. N плюс 1. И здесь тоже N плюс 1. Отображение колец – это отображение функторов. То есть у меня есть просто набор элементов этого кольца. А. Дальше я каждое из них привожу по модулю P и беру соответствующие представители Техмилдера. Получится то же самое, что просто написать сразу формулу этого самого GhostMap. Вот. И из этого следует, что изоморфизм действительно обелевых групп, потому что, значит… Я хочу, конечно, вот это T является изоморфизмом обелевых групп. Ну вот это T, да? Ну потому что… Да, потому что это отображение сюрективно, да? Поэтому, чтобы доказать, что это аддитивно И это отображение аддитивно Оно аддитивно и сюрлективно Поэтому, чтобы доказать, что это композиция Что это отображение аддитивно Достаточно доказать, что композиция вот этим аддитивна Да, достаточно А это красотчиво я потребовал Вот это самое фантомное отображение То есть, тем самым, введение вот этой формулы Ее смысл в том, что она позволяет мне зажать Написать нечто, что имеет смысл для любого кольца Но в приложении к вот этому кольцу ФП даст мне красоту, что я хочу. То есть даст мне именно моя формула для представителей техмеров. Ну, я думаю, что хватит на сегодня. Мне кажется, даже я пошел овертем немножко. Значит, давайте тогда завтра объясним про теорему. Как она вообще доказывается и что-то нет. Все, спасибо.